Точные метеопрогнозы каждую секунду. 3 августа в губернии будет запущен в работу доплеровский локатор. В автоматическом режиме он будет беспрерывно, а не каждые полчаса, как нынешние радиолокаторы, отслеживать метеорологическую обстановку и передавать информацию в Приволжский гидрометцентр. И тут уже на компьютере синоптики будут определять водность облаков, их запас осадков и наличие гроз. Происходит сканирование воздушной массы типа 3D. То есть программное обеспечение режет облако, ну как лук мы режем, получается вот такие дольки. Его можно разрезать с помощью программного обеспечения поперек, вдоль, вертикально, горизонтально. Программа дает нам информацию более четкую и более на высоком уровне. С помощью локаторов синоптики могут прогнозировать и такие опасные явления, как ураганы и бури. В губернии работает 14 метеостанций и 16 постов. В Приволжском гидрометцентре хранится вся обобщенная информация о погоде с момента ее наблюдения. Ну что, изменится погода за последние десятилетия? Погода изменилась, да, и меняется. Мониторинг проводимый каждый год по сезонам. В общем-то, статистика показывает, что особенно за последние 10 лет изменилась погода. То есть теплеет и зима. Ну, в общем, практически все сезоны становятся теплее, а количество осадков уменьшается. Кроме погоды, в гидрометцентре исследуют экологическую обстановку в губернии. Здесь работает несколько аккредитованных лабораторий. Специалисты проверяют наличие и качество загрязнения в атмосфере, воде и почве. Самарские специалисты могут определить и уровень радиации. Наш аналог американского гамоспектрона. Здесь мы определяем и радионуклидный состав почвы, воды, выпадение из атмосферы, осадков. То есть у него, так сказать, широкий спектр возможностей. В свою очередь глава администрации Олег Фурсов рассказал сотрудникам гидрометы, какая атмосфера сейчас царит в городе. Ветер позитивных перемен уже подул, и вскоре Самару накроет циклон созидания. В городе полным ходом идут ремонт и реконструкция дорог. Комплексно благоустраивают парки. Развернута работа по ремонту фасадов зданий в исторической части Самары, в том числе и с привлечением инвесторов. Закупается новая спецтехника, а также пополняется парк общественного транспорта. Это стало возможно благодаря новому подходу к формированию городской власти. Олег Фурсов объяснил, и в чем суть реформы местного самоуправления. В сентябре пройдут выборы депутатов в районные советы. Создавая районные советы и увеличивая представительство в разы, мы исходим из очень простого принципа, что в эти советы должны попасть люди, которые представляют трудовые коллективы, которые представляют общественные организации, и могут смело людям смотреть в глаза и нести ответственность за те действия, которые они будут предпринимать, работая вот в этом уровне. Избранные советы и районные администрации получат ряд полномочий и станут более самостоятельными, что позволит решать вопросы местного значения быстрее и эффективнее. Марина Матвеевшина, Артем Сулайман, События.